Особо важных государственных тем на брифинге связистов не обсуждалось, а задать острые вопросы было некому. Видимо, потому в правительстве города и сочли возможным присутствие нашей съемочной группы. В принципе, главное управление формализации и связи, для вас это не секрет, всегда открыто к общению. Всегда мы отвечаем на вопросы, которые у вас возникают по нашей деятельности. Видимо, это и стало причиной исключения и сложившейся в течение последних двух недель ситуации, когда на заседание правительства Севастополя ни съемочной группы НТС, ни журналистов новостного портала «Форпост» не допускали. С открытостью остальных чиновников возникают очевидные сложности. В ходе брифинга Вадим Константинович Двориненко провел срез работы с июня 2014 года и рассказал об основных наработках в этом вопросе. Полным ходом идут работы по проектированию и строительству системы 112 на территории Севастополя и создание комплексной системы экстренного оповещения населения к СООН. Чиновник пояснил, что в городе должно быть создано 9 многофункциональных и один мобильный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний момент действует 31 окно из запланированных 77 по программе, но было принято решение два месяца назад, что в связи с сложившейся ситуацией Севастополь будет строить 80 окон открывать. Соответственно, из 80 31 сейчас действует. Сегодня каждое окно в состоянии принять 40-50 дел в течение дня. Вадим Двориненко добавил, что ведется работа по внедрению электронного документа оборота исполнительной власти города. На сегодня ни одна из 25 приоритетных государственных электронных услуг, определенных для Севастополя, не осуществляется. Начальник управления информатизацией правительства Севастополя заверил, что для отладки этого процесса предпринимаются все необходимые меры. Однако существуют определенные проблемы. Первая сложность – это то, что у нас нет на данный момент зафиксированной структуры правительства, полностью готовой для занесения в реестр. То есть все еще имеют место некоторые минорные перестановки. Это первое. Второе. Вторая большая задача – это Минкомсвязи до конца этого года должно для нас подготовить программное обеспечение, на основании которого мы сможем эти услуги оказывать. Коснулись и недавно созданного городского мобильного оператора «Севтелеком». Его работу пообещали запустить до нового года. Ксения Богинская, Денис Александрович, Севенфорумбюро.